Мы хотим напомнить себе о том, какой удивительной любовью нас любит Господь Иисус. Его любовь к нам поистине поразительна. Я хотел бы вам кое-что сказать. В какой бы ситуации вы ни оказались в связи с пандемией COVID-19, в связи с экономическим кризисом, мы должны знать, что Господь Иисус всех нас очень сильно любит. Самое важное, что мы должны понять, это что любовь к Господу Иисусом, которую мы принимаем, приведет нас к спасению. Преодолевая все эти жизненные обстоятельства, мы должны помнить, что в послании к римлянам, 8 главе, 28 стихе, нам всем сказано следующее, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все. И плохое, и хорошее. Все содействует ко благу, призванным для Его благой цели. «Вы любите Господа Иисуса Христа?» Если ваш ответ «да», то данное местописание относится и к вам. Оно относится и ко мне тоже. Я верю, что преодолевая разные обстоятельства, мы с вами преображаемся в образ Христа. Мы становимся все более похожими на Него. Через все эти трудности, те, кто был в духовной спечке, те, кто был теплым и умирал духовно, снова очнутся и будут бодрствоваться. Они раскаются и попросят у Господа прощения. Господь Иисус напоминает нам, что мы не должны все время жить в страхе, тревоге и панике. Мы не должны все время беспокоиться. Мы должны напоминать себе, что наша жизнь и смерть находятся в руках Божьих, а не в руках вируса, не в руках экономического кризиса. Мы живем в такое время, когда все больше и больше людей живут в страхе. Они боятся не только вируса, но и множества других вещей. Это как раз то, чего желает дьявол. Если так и будет продолжаться, то гораздо больше людей умрут от страха, чем от ковида. Стресс и страх смерти лишат их покоя. И они зачахнут. Поэтому мы должны напоминать себе, что говорит Слово Божие в тишине и уповании крепости вашей. Библия говорит, что Христос умер за наши грехи, что Он был погребен, и что Он воскрес в третий день. Библия говорит, что все мы согрешили и все лишены славы Божьей, и что возмездие за грех — смерть. Под смертью подразумевается вечное пребывание в аду. Ад — это очень страшное место. Берегитесь, чтобы не попасть туда. Именно поэтому Господь Иисус пришел в этот мир, для того, чтобы спасти нас с вами. Как именно Господь Иисус спасает нас? Библия говорит, что Бог сделал не знавшего греха Господа Иисуса, жертвую за наш с вами грех, чтобы мы с вами стали праведностью Божией во Христе Иисусе, нашим Господе и Спасителе. Что же означает это место? В этом месте Писания говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей, а возмездие за грех — это смерть. И никак вы не можете искупить сами себя. Именно поэтому Господь Иисус должен был прийти на эту землю для того, чтобы умереть за всех, и за вас, и за меня. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Если мы посмотрим на смерть, которую принял Иисус, то мы увидим, что Он перенес нечеловеческие страдания. Библия описывает 10 этапов агонии Господа Иисуса, начиная с Гефсимании и заканчивая Голгофой. Это было так мучительно. Первый этап — молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Когда Он просил Отца пронести эту чашу мимо Него, Он молился так напряженно, что с Его лба на землю капала кровь. Затем к Нему пришел Ангел и укрепил Его. Господь Иисус просил Своего Отца, «Отче, если возможно, пусть доминует Меня чаши сия, но не Моя воля, но Твоя да будет». Это учит нас тому, что в молитве к Богу мы должны выражать нашу просьбу, а не давить на Бога, заставляя Его выполнить нашу боль. Если вы испытываете страх, то я хочу сказать вам, что прежде чем искупить наши грехи, Господь Иисус тоже переживал в Своем сердце такую эмоцию, как страх. Он прекрасно знает, что вы испытываете, поэтому вы можете смело приходить к Нему и просить у Него помощи. Он может и хочет нам всем помочь. Далее идет второй этап. Когда Господа Иисуса арестовали, на Него посыпалась масса обвинений. Ему плевали в лицо. Его били палками. Его секли. Но Он не мстил за Себя. Мы здесь видим, что Господь Иисус сам практиковал то, чему учил. Он учит нас, что мы должны любить тех, кто нас ненавидит, кто нас проклинает и кто насмехается над нами. Ибо что толку, если мы будем любить только тех, кто нас любит? Не так ли поступают и люди этого мира? Даже грешники любят тех, кто любит их. Тогда мы не слишком от них и отличаемся. Третий этап. Господа Иисуса заковали в цепи и привели на суд. Когда Господь Иисус предстал перед Пилатом, Пилат не нашел в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти. Но в это время все иудеи начали скандировать «Распни его!» «Распни его!» требуя от Пилата казнить Господа Иисуса. Поэтому Пилат отдал приказ, чтобы Иисуса распяли. Далее четвертый этап. Господа Иисуса высекли. Прежде чем распять Иисусом, они его раздели и секли его плетьми. Два палача секли спину Иисуса кнутами с острыми наконечниками. Эти наконечники делались из костей металла. Они рвали кожу и глубоко впивались в ткани. Каждый удар такой плетью делал огромную, глубокую рану на теле Иисуса. В агонии Иисус вопил от боли. Его кровь лилась рекой. Господь Иисус был полностью пропитан своей кровью. Пятый этап. На голову Господа Иисуса был возложен терновый венец. Острые терны настолько впились ему в голову, что это вызывало нестерпимую боль, и снова лилась его кровь. Шестой этап. Господь Иисус нес свой крест. Иисус, претерпев столько мучений, не спавший всю ночь, весь истекающий кровью, Иисус, тем не менее, должен был к тому же нести свой собственный крест на место казни. У него совсем не было сил, поэтому римские воины заставили Симона нести крест Иисуса. Седьмой этап. Ноги и руки Иисуса были прибиты гвоздями ко кресту. Боль была просто невыносимой. Кровь сочилась. Восьмой этап. Крест был поднят, и на нем висел Господь Иисус. В этот момент агония Господа Иисуса была как телесной, так и душевной. Он ощущал страшную боль во всем теле. К тому же, в тот момент он едва мог дышать, поскольку жидкость с трудом доходила до сердца. Он страдал душевно, он скорбел душою. Господь Иисус видел, как прохожие богохульствуют и плюют в его сторону. Его проклинали книжники, израильские старейшины и священники. Даже один из разбойников, висящих рядом с ним на соседнем кресте, тоже богохульствовал. Девятый этап. Отец оставил Господа Иисуса. От шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возобил Иисус громким голосом, «Или, Или, Лимасавахтане, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Господь Иисус чувствовал себя оставленным своим отцом. Он ощущал, что его отец его бросил. Грешники, по сути своей, это люди, отделенные от отца. Для того, чтобы искупить грешников, Господь Иисус должен был ощутить себя оставленным отцом. Ощутить, что отец отделил себя от него. Я лично верю, что это было самое мучительное страдание для Господа Иисуса. Все остальные страдания с этим не сравнятся. Ничто так не ранило его, как разделение с отцом. В моей жизни, например, нет ничего хуже, чем когда я не могу ощутить, что Бог здесь, со мною, рядом. Это лишает меня покоя, приносит мне боль и страдания. Поэтому каждый день своей жизни я предпринимаю шаги, которые помогают мне ощущать, что Он рядом со мною. Если в вашу жизнь закрался грех, вы должны тут же с ним разобраться, чтобы вы всегда могли ощущать в своей жизни Божью силу. Я надеюсь, вы будете поступать, как я. А если кто-то из вас не ощущает Бога в своей жизни, и вы думаете, что это не проблема, то вы должны покаяться. Нет другого места, где мы можем ощущать истинную радость, как только пребывая в славе нашего Господа. Библия говорит, что в Его присутствии мы имеем полноту радости. Это означает, что там, где Господь, там, где Его слава, там обильные радости и счастья, там вся полнота радости. И, наконец, десятый этап. Господь Иисус произнес, совершилось, совершилось. Он говорил это на кресте. Иисус возгласил громким голосом и сказал, «Отче, в Твои руки предаю Дух Мой». Иисус, сказав, испустил Дух. Итак, вопрос, почему Иисусу нужно было умереть именно такой смертью? Почему нельзя было принять какую-то более легкую смерть? Иисус, голову отрубили, и все, дело сделано. Почему Господь Иисус должен был умереть полностью, пропитавшись своей кровью? Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Он сделал это ради того, чтобы были прощены наши с вами грехи, грехи ваши и мои. Господь Иисус должен был умереть именно такой смертью. А что еще Библия говорит о том, как умер наш Господь Иисус? Во-первых, сказано, что Он понес на Себе все наши немощи и болезни. Во-вторых, Он понес на Себе все наши страдания. И в-третьих, ранами Его мы исцелились. Мы исцелены Его ранами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok